В микрорайоне Марха Якутска компания Ростелеком запустила сеть беспроводного доступа в интернет. Теперь у жителей района появилась возможность подключить современные услуги связи. Во всем ли микрорайоне доступна беспроводная сеть и какие услуги могут подключить жители, узнавал Виталий Абрамов. Интернет это наше все. Он прочно вошел в повседневную жизнь и стал ее неотъемлемой частью. Современные технологии радуют пользователей новыми скоростями и услугами, но, к сожалению, это не везде доступно. Однако, с сегодняшнего дня и жители частного сектора микрорайона Марха смогут себе позволить высокоскоростной доступ в глобальную сеть. Компания Ростелеком запустила сеть беспроводного широкополосного подключения в интернет. По всему району расположены мачты с антеннами, передающие Wi-Fi сигнал. Таких базовых станций в Мархе расположено порядка 10 штук. Они смонтированы на аналогичных мачтах, либо на высокостоящих домах на столбовых оборах. Таким образом покрывается вся территория Мархея. Для подключения необходим Wi-Fi приемник, который монтируется снаружи дома. И одним из первых клиентов стала семья Габышевых, у которой есть дети-школьники, активные пользователи интернета, да и сами взрослые не отстают от них. Я очень рада тому, что нам подключают интернет наконец-то. Помимо интернета, семья подключила и IP-TV, чтобы маленькая дочка могла смотреть мультики. Цена тарифа не отличается от городских абонентов. Подключенный доступ к сети интернет на скорости 10 мегабит, и платеж будет составлять порядка 1500 рублей за интернет. IP-TV будет стоить порядка 299 рублей в месяц. И также в пакет входит набор оборудования. Самое выгодное для клиента решение – это купить абонентский комплект в рассрочку на 3 года с платежом 300 рублей ежемесячно. Таким образом, Марха стала пилотной площадкой развития беспроводного интернета. Оборудование уже прошло все испытания и выдерживает наши суровые зимы. В дальнейшем компания планирует применить технологию беспроводного широкополосного доступа в сельской местности и в городских микрорайонах с малоэтажной застройкой. Виталий Абрамов, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.